Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов, с вами Народный Батюшка, топлю баню. Мы не были в бане месяц, наверное. С тех пор, как я уехал в Москву, приехал с большим давлением, приехал с большим сахаром и с тахикардией. С тех пор мне запретили ходить в баню, но мы и не ходили. Но сейчас всё, восстановили, сахар у меня 6,2, я думаю, ещё снижу. Но давление установилось в районе 122-125, не думаю, что буду снижать, потому что оказалось, у меня старые понятия, что у меня должно быть 110-108, вот такое давление. Не посмотрел на то, что возраст после 65, там 140 норма этого давления. В общем, отребилитировались, сделали всё, что рекомендовала дочь. Ну и то, что мы вообще сами всё знаем. Знаем мы систему реабилитации давно. Но я вам напомню, что я вообще профессор Академии туризма по рекриологии. То есть это туризм, который делает программы и возит людей по реабилитации, по профилактике, по преодолению каких-то заболеваний. И для того, чтобы составлять вот эти программы, для того, чтобы они были полезны для людей, мне приходилось много по стране ездить и изучать, и знать, какие же методики работают. Во многих местах наши методики, как говорится, работают. Но сегодня я заговорил о этой реабилитации для того, чтобы отметить день борьбы с детским раком. День знаменательный, день, надо сказать, страшный, потому что кто-то отметит его с радостью, потому что дети вылечились. А кто-то его отметит с большой грустью, потому что не все дети выживают. И чем страна беднее, тем выживает, к сожалению, детей меньше. Я вам сегодня расскажу об одной причине рака детей, да и вообще взрослых тоже, которую не очень хотят рассказывать. Так, маленечко её сторонница, но я считаю, что она на самом деле главная. На самом деле главная. Но вошли бы в эту программу в 1993 году, когда у моего друга заболел сын лимфосаркомой, и искали разные места, где бы его вылечить. И везде, в Морозовской больнице, в других больницах, говорили, что нет, мы этого не делаем. Вот ещё более-менее есть программа в РДКБ. Есть там замечательный Александр Григорьевич Румянцев, тогда, можно так сказать, молодой доктор. И к нему обратитесь, у него там есть некая выживаемость. Где-то 2% детей тогда выживали, если заболеют раком. И все считали, что это чудо, что только Бог в этом может помочь, и тогда ребёнок выживет. Вот мы с отцом съездили к отцу Науму, благословились, царство небесное отцу и батюшке Науму. Теперь уже нет ни отца этого ребёнка, ни батюшки нет. И приехав к Александру Григорьевичу, застали его в том, как говорится, состоянии, что ему предложили немцы попробовать программу лечения от рака детей, которая уже в Германии действовала. Набрали группу из 10 детей, которые, можно так сказать, самые безнадёжные. И в эту группу и попал сын моего друга. К сожалению, в царство детишкам небесное выжил только один он из десяти. Но было там такое условие. Причём Горбачёв сказал, что если хоть один выживет, то мы сделаем клинику. И действительно, после того, как выжил этот ребёнок, Раиса Максимовна, Михаил Сергеевич, ругайте, не ругайте, но вот за это у меня к ним есть уважение. Сделали всё, чтобы клиника такая появилась, чтобы программа такая появилась. Ну а так как я участвовал в реабилитации этого ребёнка, то есть он у нас здесь и пожил, восстанавливаясь, и проверяли, грубо говоря, на нём систему лечения, питания, восстановления, в том числе пост оказался очень полезный в этой нагрузке и всё остальное, то мы с Александром Григорьевичем подружились, и я по существу стал его в определённой степени компаньоном, который создавал реабилитацию, реабилитационную систему. И я сейчас, конечно, с гордостью вижу, что в конечном итоге вот наша система лечения от рага детей стала лучшей в мире. Здесь вот в этом месте построили буквально дворец, который называется Центр лечения детей больных онкологическими, гематологическими, иммунными заболеваниями. Центр совершенно роскошный, он и внешне выделяется на фоне всех домов, такая игрушка стоит. Ну, это игрушка спасения, понимаете? Ну, я не случайно говорю слово «игрушка», потому что дети — это всегда какая-то игра, и когда играют в спасение, и это спасение действительно становится действительностью, то есть мы идём на уровне лучших мировых стандартов, более того, я вам скажу, что когда сюда приезжали из других стран, из Италии, из Америки, из Японии, и когда они смотрели Центр, ходили, они просто... у них не было слов. Именно слов восторга, потому что такого, наверное, нигде в мире нет. И это создано благодаря удивительному характеру академика Румянцева. Румянцева. Александр Григорьевич лучший в мире специалист. Сейчас он в Госдуме депутат стал. Кстати, ему сегодня день рождения, юбилей 75 лет, и вы его увидите сегодня по телевизору, но я-то ролик выложу позже, вы его уже увидели по телевизору. Вот это замечательный наш друг, друг до такой степени, что вот сейчас со мной случилась эта вся беда. Это он позвонил, вызвал меня в Москву и организовал всю реабилитацию. Александр Григорьевич, огромную благодарность. Просто прекрасно. Я ещё раз убедился в том, что есть врачи, которые могут и вылечить, и посоветовать, но ещё раз укрепился в том, что система выздоровления и система реабилитации обязательно должны быть привязаны к лечению. Кстати, услышал только что известие, что принято решение реабилитацию включить в ОМС после ковид. Матвиенко вчера выступала, и это очень правильно, поскольку заболевание, казалось, не просто вирусное ОРЗ, а вирус уходит в организм, там живёт, продолжает разрушать, и несколько месяцев надо не только лечиться, но и восстанавливаться хорошенечко для того, чтобы всё было нормально. Но все прогнозируют, во-первых, прогнозируют огромную вспышку рака. Прямо вот прошла конференция, я увидел, они пишут график, если у нас и так нарастало количество рака, в том числе детского рака, то здесь пишут, что чуть ли, вот к 2025 году чуть ли не в 2-3 раза увеличится количество раковых больных, потому что вот это заболевание даёт определённые условия для того, чтобы рак начал развиваться. И уже пишут, какие симптомы и что там не так, но я вам всё-таки свой симптом расскажу, и обязательно считаю, что если вы проверите, вы сами убедите, что он главный и в происхождении рака у детей, и в происхождении рака у взрослых. Увеличится количество диабетиков, очень сильно увеличится. Уже вот за пандемию пишут, что по симптомам уже увеличилось чуть ли не в 2 раза диабетиков. Но правда, как вот у меня, это может быть временный симптом. То есть мне можно было поставить уже первичный диабет, когда 7,3 было, но я за неделю смог снизить и держать несколько дней уже другой сахар. И это уже не диабет. Это уже не диабет. Это немножечко другой процесс. Поэтому я и приступаю к разговору о том, что мы переходим чисто на детей, что у детей за последние годы, буквально вот за 10-15 лет, взрывной, взрывной количество увеличения диабета, взрывное количество увеличения ожирения. мы начали в России догонять и западные страны, где это просто уже эпидемия и страшная эпидемия. И огромное количество роста раковых заболеваний. Это я вам уже сказал. Если вы хорошенечко посмотрите на то, как развиваются все эти три заболевания, и почитаете, как в этих заболеваниях описывается связь, и что кому относится, то вы увидите, что люди с диабетом и дети с диабетом болеют практически в два раза быстрее, чаще, чаще. Люди с ожирением и дети с ожирением болеют, ну там не в два раза, немножечко поменьше, но тоже гораздо чаще и тяжелее. И рак очень часто вызывает и диабет, и в дальнейшем ну некоторые все-таки выходят худые дети, они начинают там соблюдать все, что и все, что ну, а некоторые все-таки после этого действительно получают ожирение, лишний вес, и очень трудно им с этим бороться. Заболевания детским раком называют основных несколько. Один из главных это врожденная проблема. Причем врожденная не генетически, есть и генетически, что вот по роду передается такая ослабленность иммунной системы и из-за этой ослабленности, запутанности, там не обязательно ослабленность, там может быть прекрасная иммунная система, но она-то еще хуже. Причем я вам говорил, что каждый из нас раз в шесть переболеет раком в течение жизни, но организм справляется. так вот и то и другое и очень низкая иммунная система, но и очень высокая тоже может являться стимулом для роста этих клеток, потому что они обходят и эта иммунная система убивает те клетки, которые должны бы этот рак ликвидировать, а у них не получается. Поэтому есть врожденные, которые по роду, но в основном это врожденные, которые переданы родителям. Родители до того, как родить ребенка, пили, курили, принимали чего-нибудь, не следили за тем, что едят, пьют, пока носила мать ребенка, не думала о том, что не стоит ни в стрессы впадать в какие-то, ни пить, значит, что попало, ни есть, что попало и вести себя как попало. И в конечном итоге ребенок рождается с ослабленной иммунной системой и это кандидат на рак крови. Самое большое заболевание рака у детей это лимфа, саркома, то есть это заболевание крови, это лимфатические раки. Кстати, сказать, что рак это какое-то одно заболевание нельзя. Их больше двухсот по-моему пятидесяти видов видов плюс еще, то есть вот только специалист может четко расписать, что же тут происходит и назвать правильно, мы с вами в общем называем. Поэтому вот эта причина зависит от поведения родителей прежде всего. и здесь конечно ребенок никак не может ничего сделать и с ним сделать ничего нельзя, если мать не бережется и родители не готовятся. Давно-давно была у Александра Григорьевича программа, в которой считалось, что родителей нужно до зачатия, грубо говоря, проанализировать, дать им рекомендации, как подготовиться к зачатию, а потом уже и зачинать и вести этого ребенка в утробе матери уже тщательно как настоящий живого человека. Но, к сожалению, так полноценная эта программа и не включена в платном варианте. Конечно, можно это сделать, но на самом деле это государственное должно быть. Женятся, выходят замуж, создают семью, решили, что надо детей, проверьтесь. Проверьтесь. Одна из трагедий, что проверившись, многие вдруг обнаружат, что один бесплодный, а другой плодный, после обнаружен. И начинается трагедия, по много лет борются, а потом разбегаются. Это тоже очень большая проблема. Вторая причина у детей рака, как ни странно, указывается, это питание. То есть, и в утробе они жили, мама неправильно питалась, и начали жить, их неправильно кормят. У них неправильно кормят, у них ожирение, их неправильно кормят, у них диабет, их неправильно кормят, у них снижение функции иммунной системы. И всё. И дети в конечном итоге получают, ну, в том числе и рак, как и другие заболевания. Но рак, я вам уже сказал, у диабетиков, у ожиренных детей он чаще и труднее происходит. И третья причина, которую называют, это экология. Экология. Ну, в питание это во вторую входят и продукты, которые некачественные продают. За ними надо, конечно, следить и думать, что ребёнок берёт в рот и что он кушает. Сегодня позвонил мне мой друг, он следит за моими роликами и увидел про питание. А у них очень хорошая собака. Помните, я фотографии скидывал, что она меня любит, я её со щенков знаю, и она меня, вот, кроме них, ещё вот я третий, кого она сильно любит. И эта собака имеет одно удивительное свойство. Если открыть холодильник и начать доставать сыр, то она бежит из самой дальней комнаты, чувствует, что сыр начинают открывать. И всё, и стоит, она готова за кусочек сыра съесть, кого хочешь. Мне демонстрировал хозяин, что это так, она вот, ну, настолько становится, как говорится, как наркоман, вот, вот, ей сыр ждёт. Говорит, расскажу интересный случай. Буквально, говорит, вот на днях съездили на рынке, купил сыр, дорогой, за 780 рублей. Пришёл домой, его разреза, кладу, режу, она не приходит. Она не приходит. Я, говорит, взял кусочек сыра, пошёл в ту комнату, где она лежит, она даже не реагирует. Я начал кушать, она, говорит, приходит, смотрит на меня, даже не просит. Я удивился. Другое слово он сказал. Вот. И отложил, говорит, этот сыр, и всё, не стал его и есть. Купил другой белорусский, принёс, говорит, сегодня. Она, говорит, не успел, только выложить, а она уже бежит, уже хвостом виляет, да и сыра. Вот видите, какие продукты. Ещё бы наши дети не болели, у них не возрастало количество вот таких тяжёлых заболеваний. Но я перейду к четвёртому, на мой взгляд, к четвёртой причине, откуда у детей и ожирение, и диабет, и рак. И эта причина, ещё раз вам повторяю, очень простая. Это страх. Это страх. Вот что, например, говорит нам большой специалист на этой теме Вячеслав Добынин. Если страх случается слишком часто, то возникает состояние застойного хронического стресса, и это, конечно, уже нехорошо. Временные переживания, связанные со страхом, порой даже взбадривают наш мозг. Нам становится интереснее жить. Люди порой специально попадают в потенциально опасные ситуации, чтобы из них с честью выйти, или хотя бы ходят на фильмы ужасов. А если этот страх повторяется, повторяется, и повторяется, тогда возникает истощение на уровне вегетативной нервной системы, на уровне эндокринных систем, и тот же самый гипоталамус начинает работать не очень хорошо. Возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, возникают проблемы со многими гормонами, может возникнуть избыток отрицательных эмоций, а это уже путь к депрессивным состояниям. Поэтому страх это важный компонент нашей психической жизни, это сигнализация, которая предупреждает нас о реальных и потенциально опасных ситуациях, но слишком много страха, это уже нехорошо, и это может серьезно нарушать нашу психическую деятельность. Его, конечно, лучше слушать побольше, у него много очень хорошего, но почитав современные материалы, в том числе и уже у иностранных исследователей, которые, изучая ковид, пришли к выводу, что одна из плохих результатов ковида, это я вам уже рассказывал, это появление кортизола в крови, и кортизол блокирует вход сахара в клетку, сахара в клетку, и сахар остается в крови, а с сахаром кровь уходит в жир, в жир, но причиной кортизола в крови страх, страх, вот заболел страх, все пугают этим заболеванием страх, ну и так далее, там подобный страх, и то, что мы с вами живем в постоянной страхе от всего, а наши дети не только от нас с вами питаются этим страхом, видя, как все время боятся родители, как они обсуждают, что там по телевизору, война будет, не будет, что там в магазинах, значит с голоду умрем или не умрем, они же тоже этот страх на себя воспринимают, но мы-то еще хуже живем, мы их этим страхом снабжаем гаджетами, компьютерами и всеми остальными системами, где любая игра на страхе, любая игра на страхе, любое соревнование какое-то на страхе, в школе у него постоянный страх, как бы он не ту оценку не получил и все остальное, ну и все остальное, ребенок, когда получает страх, он либо становится беззащитным, он уходит, прячется, вот вспомните, как ваш маленький ребенок воспринимал первые мультики, например, эти страшные, вот так вот прятался, отворачивался, вот это был его страх, который он закрепил у себя внутри, после страха появляется норадреналин, когда закончился мультик, ой, норадреналин, ребенок начинает бегать, ребенок такой активный становится, да и сами мы все после ужастиков выходим из кинотеатра, ой, какая жизнь хорошая, жизнь хорошая, так вот этот норадреналин заканчивается, если часто страх, а если постоянно вообще перестает выделяться, и тогда не выделяются все остальные, серотонин, дофамин, все вещества, которые нам радость дают и жизненную силу, и увеличивают функцию иммунной системы, иммунная система от этого страха рушится, и все вот названные мной заболевания ожирения, диабет, рак и профилактика рака у детей зависит, у всех в рекомендации стоит снисти стрессовую нагрузку на ребенка, дайте ребенку отдохнуть, стрессовую нагрузку, настолько смягчает вот эту всю проблему, и это абсолютно оправданно, потому что страх стал системой маркетинга, маркетинга, лекарства нам продают на основе страха, игры детям продают на острове страха, фильмы все построены, чтобы мы их посмотрели, и их продают на острове страха, и так далее, и там подобные, мы с вами закупаем продукцию, чтобы не помереть от страха, мы с вами пытаемся найти жилье, чтобы не умереть от мороза, и так далее, и там подобные, постоянный страх, как у нас, так и у детей, так и у детей, прямо с младенчества начинаем их пугать, и поэтому рост заболеваемости детей раком, как я вижу, совпал с активацией интернета, в котором появилось огромное количество страха для детей, появились все эти монстры, появились все эти мультики, огромные просто их тысячи-тысячи этих мультиков, появились все эти ужастики, стрелялки, игралки, и все остальное, и все страх, и все страх, наши дети стали проводить время в страхе гораздо больше, чем в радости. У них постоянный стресс ото всего. А что тогда ждать? Что ждать? Ждать вот этого роста. И поэтому, если вы умные родители или умные бабушки и дедушки, то вы должны себе профилактику всех этих заболеваний усвоить и понять, что рожать нужно правильно, кормить нужно правильно, жить нужно вместе чистым и перестать пугать детей. Всё сделать, чтобы они не были вовлечены вот в эту систему страха. И поэтому совершенно неудивительно, как пишут, что жители Силиконовой долины в Америке или вот большие люди, в том числе и Билл Гейтс там уверял, что их дети не смотрят и не пользуются гаджетами до определённого возраста. А если пользуются, то только учебными программами, учебными какими-то комплексами, давайте так назову. Вот так, мои хорошие, вот такая вам рекомендация к дню борьбы с детским раком. Бороться придётся долго и непонятно, насколько это всё затянется и ещё хуже, что это всё молодеет. То есть вот, если был детский раз рак, потом какой-то был перерыв, люди взрослые болели меньше, а потом уже пожилые, то, знаете, сейчас спустилось всё. Сейчас и уже молодые, 20 лет, 30 лет, тоже заболевают, причём на определённом уровне среднего возраста женщины начинают превышать заболеваемый рак по сравнению с мужчинами почти в два раза. Почти в два раза. И это одна из проблем женщин, которые не проходят диспансеризацию, ну и это уже не моя тема, это к дочери. Дочери и детский онкопедиатр, и взрослый у неё, там всё можно и прочитать, и это. Всех поздравляю, кто участвует в этой борьбе. Я вижу, что этим занимается и Минздрав старается, потому что это очень дорогое заболевание, очень дорогое. Этим занимается тот же Александр Григорьевич, продвигая всю эту систему. Построено много центров, которые должны детей диагностировать на ранней степени, их иммунную систему изучать. Я бы считал, что нужно включиться поактивнее санаторно-курортному комплексу. Санаторно-курортный комплекс у нас выпал в стране. Он занимается привлечением толстых кошельков. Чем больше толстых кошельков в санаторий приедет, им поэтому лучше. Они и себя позиционируют. Вот что тут пожрать есть, вот как тут хорошо можно пожить. А тут вот у нас ещё и бар там с этим. Ну, а дети как-то тут в стороночке. Вот самой системы профилактики детей вот этих заболеваний в санаториях практически нет. Практически нет, только уже потом. А, он у вас ожирел уже? Давайте мы его пригласите, побегаем, попрыгаем. А это так не решается. Не решается эта проблема. Если он так и будет в страхе, даже в страхе ожирения или в страхе диабета, то он так и будет. Ещё больше жиреть, ещё больше впадать в диабет. Поэтому ещё вот и система приёма этих детей нормальными, то есть объяснить, что ты хороший, ты нормальный, ты всего лишь не твоя проблема, то, что с тобой происходит, и тоже убрать и этот, и страх заболеваний надо убирать у ребёнка. Это тоже проблема. Так что вот теперь вы все эти проблемы знаете. Во-первых, сами себя лишите этого страха, радуйтесь и веселитесь, занимайтесь спортом, в баню ходите. Смотрите наш канал, он даёт позитив. Ну и, если что, то знайте, что практически всё теперь лечится. Начиналось с двух человек, с двух процентов из заболевших. Сейчас 80% заболевших детей вылечивается. 80%. Конечно, хорошо бы достичь 98%, как минимум, а лучше 100%. Дай Бог нам достичь такого результата. Но вот эти-то 20% как раз зависят от вас. Если вы правильно включитесь, то как раз они и будут вашим вкладом в эту борьбу против рака. Здоровья вам всем, радости, здоровья вашим деткам, ну и здоровья всем вашим друзьям. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...